В этом видео, друзья, я подробно расскажу и покажу, как, используя референсы, работая в нейросети Миджорник, можно генерировать вот такие великолепные художественные и фактурные фоны и текстуры, которые можно использовать с огромным успехом в совершенно разных областях, список которых вы видите в данный момент на экране. Единственное, конечно, неудобство для российских пользователей – это невозможность оформления подписки. Но в данный момент многочисленные сервисы в интернете данную возможность предлагают, но, друзья, осторожно, опасаемся мошенников, ориентируемся на отзывы. Смело можно, друзья, доверять проверенным, не только что созданным интернет-ресурсам, к примеру, таким, как сайт Креатива, ранее известный как Photoshop Master. Ну а мы с вами переходим непосредственно к теме нашего видеоурока. Что самое важное при создании данных цифровых фонов – это использование интересных референсов. Обратите, пожалуйста, внимание, что для генерации данных фонов требуется не только промп, но и так называемые изображения-референсы. Что это такое? Это те картинки, которые по тем или иным причинам вам нравятся. Это те картинки, из которых вы желаете взять для своих сгенерированных изображений, к примеру, сюжет, стиль, фактуру, текстуру или цвет. Вы можете применить до 10 референсов, и из всех этих картинок Меджорни возьмет и поместит в ваше сгенерированное изображение указанные вами параметры. Сейчас, надеюсь, друзья, вы поняли, что я вам демонстрировала референсы, которые применялись для генерации данных фонов в Меджорни Альфа. При генерации в Меджорни Альфа референсы используем мы в виде изображений. При генерациях на сервере Меджорни мы используем ссылки на выбранные изображения, которые добавляем в промпт. И вот вы видите, я нажимаю на ссылку и демонстрирую вам референсы, которые я использовала для генерации данного изображения. И вот эти вот все изображения, которые в данный момент вам также, друзья, демонстрирую, были сгенерированы с использованием тех же самых референсов, которые я вам только что демонстрировала. Как это делать, друзья, все подробно узнаем и рассмотрим далее в этом видеоуроке. Референсы я собираю из интернета. Складываю их себе в компьютер, в отдельную папочку. Это могут быть картины художников, иллюстрации, фотографии, работы цифровых художников. В общем, как я говорила уже выше, друзья, любая картинка, которой вам что-то нравится или что-то из данной картинки вы хотите привнести в свое генерируемое изображение. Для генерации данных цифровых фонок в Дискорд, для загрузки референсов нам нужно нажать вот на этот плюсик. Найти у себя на компьютере папочку с вашими референсами и зажав клавишу Ctrl, выбрать несколько референсов, либо не зажимая данную клавишу, выбрать просто одну картинку. Когда изображения выбраны, нажимаем на кнопочку «Открыть», и они автоматически открываются в Дискорде. Чтобы они загрузились на сервер, вам нужно нажать клавишу Enter. Далее нам нужно иметь эти изображения в виде референсов. Открываем их в браузере, нажимаем на изображение и далее нажимаем на сообщение «Открыть в браузере». И в окне браузера в каждой открывшейся картинке будет адресная строка со ссылкой на это изображение. Именно эта ссылка нам и нужна для применения этих изображений в качестве референсов. В данном референсе есть присутствие человека, и, как вы понимаете, в сгенерированных фонах изображение людей, в общем-то, и нежелательно. А так как для генерации нейросеть берет информацию из представленных референсов, на сгенерированных фонах будут изображения людей. А чтобы этого избежать, референс нам нужно просто доработать. Доработать его можно любым удобным для вас способом в программе Adobe Photoshop. Как проводить грамотно и профессионально данные манипуляции, а также очень многое и многое другое, вы можете узнать из моего мастер-класса «Нейросети как уникальный помощник для фотохудожника». В данном мастер-классе, друзья, мы рассматриваем работу с условно-бесплатными нейросетями, а в частности подробно рассматриваем именно их бесплатные возможности. При обучении у вас обязательно имеется возможность задавать любые вопросы мне, на которые я с удовольствием отвечаю. И также, как вы могли заметить, стоимость мастер-класса совсем небольшая, и очень часто у нас на сайте проходят акции и распродажи. Добро пожаловать к нам на сайт, друзья! И возвращаясь к теме нашего видеоурока, доработанный референс, с которого мы удалили изображение людей, вновь загружаем в Discord Midjourney и открываем в браузере для получения на него ссылки. Вот референсы, которые я выбрала, друзья, и которые мы будем с вами использовать для генерации фонов. Итак, референсы мы выбрали, что же дальше? Итак, чтобы генерировать нам изображение с применением референсов, необходимо придерживаться следующего алгоритма. Прописываем промт, про него подробнее поговорим далее. Затем прописываем команду sref по-английски, и затем вставляем ссылку на референс. Команда sref обозначает, что мы даем Меджорни команду взять с данного референса стиль для генерируемого изображения. После каждой ссылки на референс вы можете поставить команду sw и прописать для нее значение от 10 до 1000. Данное значение будет обозначать в большей или меньшей степени. Стиль данной картинки будет преобладать в окончательном сгенерированном изображении. Далее идут отрицательные команды. Если мы не желаем видеть на сгенерированном изображении людей, мы можем прописать данную команду, но по своему опыту, друзья, могу сказать, что это помогает не очень хорошо. Нейросеть нет-нет. Да, изображение людей все-таки вставляет в сгенерированные картинки. И также после этой команды вы можете дописать все, что вы не желаете видеть в изображении. И очень возможно, что в некоторых генерациях нейросеть примет к сведению ваши пожелания. Следующей командой мы можем указать формат картинок, который мы хотим получить на выходе. А данный параметр отвечает на сколько картинки в сетке, обычно из четырех картинок, будут отличаться друг от друга. Здесь значение проставляется от десяти до ста. И, надеюсь, вы понимаете, чем больше значений, тем больше отличия будет в изображениях. И также можно прописать еще одну команду, которая отвечает за стилизацию изображения. Здесь мы проставляем значения от ста до тысячи и указываем, насколько мы отдаем всю работу над стилем, над стилизацией картинки в руки нейросети. Чем выше значение, тем больше в генерации вашего изображения нафантазирует нейросеть. Экспериментируя с генерациями фотоизображения в данной нейросети, друзья, я все больше и больше убеждаюсь, с течением времени с усовершенствованием данной нейросети Меджурни с удовольствием воспринимает все менее и менее объемные запросы. И для отличной, качественной, красивой генерации ей достаточно небольшого лаконичного запроса. Если мы генерируем цифровые фоны, а именно про них у нас в этом уроке идет ведь речь, да, друзья? Посмотрите, пожалуйста, список, что можно указать в промпте. Фон. Какой вы желаете фон, чтобы вам создала нейросеть? Далее стиль. Укажите, пожалуйста, в каком стиле вы желаете получить изображение. К примеру, это может быть стиль какого-то художника, либо без указания конкретного художника просто укажите художественный стиль. Абстрактный, барокко, авангард, классицизм. Или также вы можете указать какой-либо кинематографический стиль. Также используйте, пожалуйста, для описания прилагательные в превосходной степени. Далее укажите, должна ли быть в ваших изображениях ярко выражена текстура, либо фактура. Для большей художественности вы можете указать, какое освещение желаете получить на вашем изображении. Контрастное, мягкое, драматичное. И в соответствии с освещением можем указать, какую атмосферу на нашем изображении мы также желаем видеть. Можно прописать тона и оттенки, но так как мы работаем с референсами, скорее всего, нейросеть, именно цвета и оттенки наших референсов, нейросеть и возьмет за основу. Ну а далее мы с вами переходим к практике генераций. Генерировать мы с вами будем и на своем личном сервере Миджорни, не в Дискорде, а на новой веб-платформе. И да, Миджорни эволюционирует просто семимильными шагами, и нам, друзья, уже нет большой надобности генерировать изображения в Дискорде, производя при этом довольно сложные манипуляции с загрузкой изображений в интернет и использованием их ссылок. С версии 6.1 Миджорни открыл веб-платформу для всех, и вы теперь можете творить и создавать свои изображения как бы на отдельном своем небольшом сайте. В работе здесь совершенно нет никаких сложностей. В данное окошко мы прописываем промт и нужные нам настройки для генерации изображения. Если вы хотите повторить свой предыдущий промт, вам всего лишь нужно нажать на него. Справа вы видите промт и картинки, референсы которые были использованы при генерации изображений. Также настройки вам не обязательно прописывать вручную, и нажимаете на них в этой же правой колонке и выбираете нужные вам. На этой платформе картинки референсы вы можете загружать в специальное окно, а потом просто перетаскивая их вот в это окно под промтом, собственно, и использовать их для своих генераций в качестве референсов. На референсах, перемещенных в это окно, появляются три пентаграммки, которые обозначают, что вы желаете использовать из данного референса. Само изображение, либо элементы, либо стиль этого референса. В общем, перетаскиваете в это окошко референсы, которые желаете использовать, и выбираете нужную пентаграммку. После того, как промт прописан, настройки также обозначены, референсы все выбраны, нажимаем клавишу Enter и запускаем генерацию. Переходим в окно меню «Создавать» и ждем, когда нейросеть создаст нам наши картинки. Изображение готово, и вот такие фоны нейросеть сгенерировала нам по данному запросу и с выбранными нами референсами. Что же мы с ними можем сделать? Мы можем заново перезапустить генерацию, оставить значение отличий картинок также на 50, и нейросеть нам сгенерирует как отличающиеся изображения от этой генерации, так и отличающиеся изображения друг от друга. А можем поработать с каким-то одним нужным нам более подходящим изображением. Если нажмем на данную кнопку, запустится новая генерация, и отличие от этой картинки будет довольно сильным. А можем нажать на эту кнопку редактирования и отредактировать это изображение. Давайте это с вами и сделаем. К примеру, на изображении нам нежелательно видеть людей. Нажимаем на кнопку редактирования, открывается непосредственно само окно для редактирования. Сразу же активная у нас становится кисть, которую мы можем провести по участкам картинки, которые желаем изменить. Также мы можем изменить размеры масштаб изображения, когда все манипуляции проделаны. Нажимаем эту большую кнопку представлять на рассмотрение. Вновь переходим в меню окна создавать, и ждем как же нам нейросеть изменит нашу картинку. Нейросеть изменила нам картинку, и да, действительно, она убрала людей, и сделала немного разнообразней ландшафт. Ну а теперь давайте выберем какую-либо отредактированную нейросетью картинку, и нажав на данную кнопку, закажем генерацию, которая должна нам выдать картинки, довольно сильно отличающиеся от исходной. И да, нейросеть хоть и выдала нам также лесной пейзаж, но данный пейзаж довольно прилично отличается от картины образца. Но это еще, друзья, не все возможности. Мы можем перейти в меню исследовать, то есть на работы пользователями Джорни, и выбрать любую понравившуюся работу, и взять ее как образец для наших уже генераций. Внизу в правом углу мы видим, у нас находятся кнопочки prompt, стиль изображения. Можем выбрать все три параметра. К этим параметрам можем добавить свои какие-то настройки и свои же референсы, и сгенерировать уже свое изображение на основе этой картинки и этого промпта, который в данный момент мы и используем как референс. К промпту я дописываю свои нужные мне параметры, а также загружаю дополнительно еще свои референсы. И когда настройки все выполнены, нажимаю клавишу Enter, перехожу на страницу генерации. Вот такие новые изображения у нас получились. Согласитесь, довольно неплохо и очень и очень интересно, но и красиво. А вот эти изображения у меня получились, друзья, когда за референс я взяла уже новую сгенерированную картинку. Вот эту. Давайте попробуем еще сделать вариант. Выбираем вот это сгенерированное изображение, нажимаем на данную кнопочку Prompt. Все наши настройки, наш промпт и референсы встают в данное окно. Мы его, естественно, можем редактировать, что-то убирать, что-то дополнять, что-то дописывать, и в дальнейшем у нас получается уже совершенно иное изображение. И согласитесь, друзья, от работы в Дискорде здесь все намного удобнее, проще и легче. И вот уже наши новые изображения на подходе, они получились такими же красивыми, такими же художественными и довольно прилично отличаются друг от друга и, конечно, от предыдущих версий. Что, безусловно, не может не радовать и даже в какой-то степени восхищать. На этом, друзья, данный ветвый урок позвольте завершить. Очень хочу надеяться, что он вам был интересен и окажется полезным. И заранее благодарна вам за ваши комментарии, за ваши отметки «Нравится». И также буду очень признательна, если вы расскажете о нашем канале, о нашем сайте, вашим коллегам, друзьям и знакомым. Еще раз от всей души благодарю вас за ваше внимание. И всего вам самого доброго!